всем привет меня зовут эдуард миникаев я люблю футбол и все что с ним связано в этом выпуске я отправился в ульянов но не один а с болельщиками рубина покажу вам атмосферу гостевой трибуны конечно же расскажу про город команду и стадион это мини выезд ульяновск приятного просмотра а здесь сосиски жарится будет красивый матч у нас футбол здорово люди как-то же надо контент снимать ну и по традиции про город и его историю ульяновск город основан 1648 году но до 1780 он назывался синбирск а после до 1924 симбирск основан богданом хитрого по указу царя алексея михайловича для защиты восточной границе русского государства от набега кочевых племен ульяновска на тот момент синбирск имеет очень большую историю но я расскажу вкратце в 17 веке город крепость безуспешно осаждали войска степана разина и разбойника феть киши ладюка указом петра первого в начале 18 века вошел в состав казанской губернии а чуть позже передан образованный в тот момент астраханской губернии не поверите но потом вновь перешла в состав казанской вот такая рокировка еще есть примечательного что в конце 18 века лично александр суворов железной клетки привез пленного емельяна пугачева к этому событию потянулись такие люди как панин и потемкин нажми палец вверх если услышал знакомые фамилии изучая историю города интересно наблюдать за развитием но давайте уже окунемся в 1924 и раскроем тайну в честь кого переименован город симбирск барабанная дробь правильно владимир ильич ленин ну точнее ульянов ленин город назван именно в честь вождя пролетариата после его смерти в том числе были переименованы область губерния и все остальное до середины двадцатого века в городе не было крупных промышленных предприятий да и строительство начавшихся в 1939 не завершилась думаю объяснять почему не нужно но в 1941 в ульяновск была эвакуирована часть завода зил а впоследствии дало начало производства автомобиля у вас также ульяновск считается авиационной столицей россии и крупнейшим центром российского гражданского авиастроения если приехать сюда в августе можно застать ежегодное авиационное шоу говорят это очень красиво ну а чем еще может похвастать ульяновск так это происхождение минерала симбирцит внешне похож на янтарь и корнеол его возраст около 120 миллионов лет приобрести его можно в ульяновске в качестве сувенира или украшения даже пишут что это единственное месторождение в мире но это немного преувеличено что касается достопримечательностей то здесь их достаточно например ленинский мемориальный комплекс парки музеи памятники соборы церкви набережная и многое другое приезжать сюда или нет однозначно да а Уже предупреждают. Ну, видишь, не пишут. Ну что, приехали на стадион. Примерно такая очередь, человек. Восемьдесят, наверное, возле КАС. Сейчас ждем билет, будем покупать. И потом... что потом будет? Будет красивый матч. Ну, наверное, пойдем покушаем и потом зайдем. Кстати, одно из преимуществ делегат ФНЛ Первой Лиги попросил, чтобы открыли еще одно окошко, чтобы болельщики Рубина купили себе билеты быстрее. Это определенно плюс. На билетах, конечно, сэкономили. Билеты куплены. Ребята с Казани подтягиваются. Помимо нашего автобуса приезжает еще больше народов. Основная задача сейчас перекусить. Но что же здесь пожрать тоже будет, не переживайте, на стадионе. Но сначала надо перекусить и сделать личные делички. А зачем вам попасть? Ну, а как же? Вообще-то не Ищпычмак, а пирожок с курином филе, нафигундочку, да? Состя, можно Ищпычмак, пожалуйста? Есть. Вон, патреугольная штука. Как курник? Хорошо, да? Один. Ищпычмак у них называется Курник. Ну, и когда меня было не открыть, на самом деле. Просто я немножечко шутник. Ну, такое. Поели, все свои делички сделали. Сейчас выдвигаемся на стадик. Хотя он здесь в шаговой доступности. В общем, стадион находится в центре. Тут есть неподалеку много закусочных. Даже вкусные точки. Перекрыли несколько улиц в центре. Поэтому здесь сейчас стало как пешеходное. Но очередь действительно очень большая. Вот ребята стоят прямо на дороге. И она тянется вот до этих касс. Это что-то похоже на матч КамАЗа с Краснодаром, что ребята попадут после первого тайма. Как-то так. Пока мы в очереди, расскажу о многофункциональном стадионе Труд. Вмещает 10 тысяч зрителей. Построен в 1963 году в центре города. В советское время назывался Центральный стадион имени Ленинского комсомола. Затем был переименован в Труд. С лета 2018-го носит имя легендарного Льва Яшина. В 2016-м на стадионе проходили матчи Чемпионата мира по хоккею с мячом. Один из полуфиналов и финал. Да, до 2016-го он был еще и домашним для хоккейной команды с мячом Волга. И использовался не только в летний период. В Стадион Труд был также включен список тренировочных баз. Команд участник Чемпионата мира по футболу 2018-го года. В связи с чем, помимо укладки натурального футбольного покрытия и новых беговых дорожек, арена была оснащена современным легкоатлетическим оборудованием. Обновились раздевалки, однако в итоге услугами стадиона ни одна сборная, принимавшая участие в чемпионате, так и не воспользовалась. В июле этого года на стадионе прошла церемония открытия 8-й Всероссийской летней универсиады. Ну и конечно, арена является домашней для футбольного клуба Волга, который был основан в 1947 году и имел на своем веку вот такое количество названий. На самом деле судьба ульяновской футбольной команды очень непроста. Клуб несколько раз был расформирован, терял финансирование и базировался в другом городе. Да и вообще в первом дивизионе, а ныне ФНЛ или первой лиги играл всего дважды. В 2008 году и в нынешнем. Желаю этой команде закрепиться в первой лиге и показать хороший футбол. А я в свою очередь пошел на стадион. Ну что, эмоция входа на стадион. Стадион находится немножко в низине. Сейчас сопровождают сотрудники, полиции, но болеют уже активно. Класс! Класс! Вообще класс! Верим в команду! Верим в команду! Самая главная проблема, что сегодня плюс 26, а матч начинается в 13.45 по местному времени. Это плюс один к Москве. И ребята будут играть на искусственном... А у вас живой газон или искусственный? Искусственный газон. Искусственный газон. Значит, будет футбол ну плюс-минус так себе. Мы приехали, чтобы победить, чтобы победить, чтобы победить. Верим в команду! Верим в команду! Верим в команду! Верим в команду! Пенальти! Назначили пенальти! Топим за Дюпу! Дюпин! 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 Что, Марат забьет, нет? Верим Дюпине! Дюпа! Дюпа! Мы толпатеем за тебя! Дюпа! Мимо! Дюпа угадал, но не взял, к сожалению. Дюповы! Первый тайм закончился, Что примечательно, здесь со стадионом можно уходить Внутри стадиона рубрика, что здесь пожрать не получилось Я вообще хочу сейчас обойти стадион и посмотреть, как болеют с той стороны Ну, в общем, пошел в стан врага, как говорится, в футболке Рубина Надеюсь, все будет хорошо Давайте, увидимся Пойдя в стадион, не видишь ни одного рубинового цвета Ну ладно, как-то же надо контент снимать А здесь сосиски жарят и пахнет очень вкусно А вон фанаты Волги Ладно 2 апреля мы собирали мальчику одному на операцию через благотворительный фонд То есть вы с Лениным фотки продавали, чтобы собрать на благотворительный фонд? Классно, и сколько собрали? Ну много тогда, 100 с лишним куч собрали Ну мы продавали еще игровые майки, тоже ребята все снимали Ну тогда была акция 22 апреля, и на игровых был Ленин такой же И вот еще для Бали еще, ну да, помогли Ну в итоге помогло? Ну надеюсь Конечно же для домашней трибуны здесь, пожалуйста, и хот-доги, и фан-шоп, и свежая кукуруза Еще много различных палаток, ну конечно же это радует Я просто, когда придя на фан-трибуну, думал, что здесь вообще нет футборта Оказалось, все есть просто не у нас на трибуне, вот и все Здрасте А сколько у вас стоит вообще шашлык? А давайте мне один, пожалуйста Короче, на стадике готовят шашлык А сейчас попробуем, потому что еще и обратно ехать Нужно подкрепиться Ну, курицу тяжело испортить Обед мне встал в 300 рублей Нормально, приемлемо Вот такие истории Давай без проблем Как часто собирается полный стадион, как сегодня? Ну у нас достаточно много таких игр было в свое время Сейчас последние, когда во второй лиге, тяжеловат, конечно, с этим Но в принципе, как бы у нас футбол здорово любят Футбол, хоккей, вот эти вот вещи И набирается На хорошие игры стадион набивается, вот так скажем Ага, а Рубин, это все-таки какой-то соперник, на которого больше народу приходит? Или приходит в среднем одинаково? Ну, конечно, ребята, Рубин, это Рубин Все мы, вот и я был в Казани И на Лиге Чемпионов, и на других играх вам ездили Соответственно, мы вас рассматриваем как элитный клуб Поэтому вот так вот А стадион, вот, в плане инфраструктуры вас вообще устраивает как болельщика? Ну, по сравнению с вашим, что там было У нас тоже когда-то был центральный клуб? Мне нравится наш стадион, потому что я к нему, во-первых, привык Я к нему прихожу, я сюда прихожу как домой Вот, и вот сегодняшний ажиотаж, это ажиотаж А вот бывают другие игры, я прихожу как домой Потому что вокруг все свои И обстановка такая у нас, как сказать Вот, ну, для меня она, ну, встреча друзей, встреча вот эти вот У нас хорошая домашняя обстановка, да Хорошо иметь большой стадион Но нужно, чтобы он заполнился Вот сегодня он заполнился, и приятная обстановка Вот, мне вот это нравится Ну что, первые болельщики Фотка, селфи, вот эта популярность А вы за рубин или за волк? Ну, я из Казани, конечно же, за рубин Но я вообще за красивый футбол Сфоткались ребятишки Блин, это, конечно, очень круто Это такие новые эмоции для меня Класс На трибуну я заходить не стал Как говорится, пора и честь знать Пойду на свою трибуну в этом матче Чтобы вы понимали, насколько здесь жарко Еще учитывая, что ты активно болеешь Это, конечно, вообще Давай, погнали! 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 Шалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал и вот они радующиеся поклонники рубина джоэль помие все а 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 завершился матч рубин победил если честно в какой-то момент я подумал что будет четвертая нича на моем четвертом выезде рубин прервал эту серию чему я безусловно рад что касается ульяновская я видел только центр города но энергетика мне здесь нравится возможно я сюда приеду еще и не раз возможно так приеду на футбол поэтому я по ощущениям рекомендую этот город к посещению за команду болеют в стадион собрался полный как болеют в ульяновске мне тоже понравилось это был мини выезд ульяновск я вам советую сюда приезжать не только на футбол но и посмотреть на город пока а